приветствую вас на канале все о стиральных машинах и бытовой техники сегодня у нас тема сброс до заводских настроек принтера hp в данном случае мы сбросим до заводских настроек принтер hp laserjet p1102s но скажу сразу что данная процедура на разных принтерах hp может осуществляться по-разному здесь вот принтер очень простой надежный и в общем то есть с ним проблем никаких нет это касается не только сброса до заводских настроек это касается и картриджи и многого другого то есть проще и надежнее принтер найти ну достаточно сложно с моей точки зрения хотя конечно это точка зрения субъективно и так что мы делаем для начала мы включаем принтер чтобы он был обязательно в состоянии готовности и соответственно подключен компьютеру то есть компьютер его должен видеть ну если там какой-то сбой серьезный это не обязательно главное чтобы все шнуры были подключены дальше что мы делаем на включенном принтере мы выдергиваем сначала шнур который соединяет принтер с компьютером и несколько секунд погодя мы выдергиваем кабель питания из принтера дальше принтер отключается и наша задача подождать течение 15 секунд я со своей стороны рекомендую опять же касательно этой модели исходя из опыта но подождать где-то с полминуты потому что 15 секунд бывает недостаточно дальше мы что делаем соответственно шнур и питание и шнур соединяющий принтер с компьютером возвращаем на место и после этого включаем при этом дальше наша задача дождаться когда будет гореть зеленая лампочка то есть когда принтер придет состояние полной готовности дальше вот кто-то удаляет все драйвера там все абсолютно программное обеспечение практика показывает что делать этого не нужно только зря потратите время дальше мы соответственно что делаем сброс до заводских настроек и устранение каких-то глобальных ошибок они определяются тем что принтер может распечатать даже без подключения к компьютеру обычную тестовую страницу из полосок давайте проверим распечатает он ее или нет на этот раз то есть нужно приоткрыть вот так крышку и хлопнуть ею пять раз все и теперь ждем что будет делать у нас принтер если тестовая распечатается дальше уже можно будет напечатать для примера документ и в общем-то это будет свидетельствовать о том что принтер сбросился до заводских настроек вот на черновичке он нам напечатал вот видите это тестовая страница состоящая из полосок это означает что принтер у нас нормально функционирует можно попробовать распечатать страницу с документом каким-то и убедиться что все нормально если у вас вопросы дополнительные возникли по данной теме пожалуйста задавайте в комментариях если этот ролик был вам полезен ставьте палец вверх жмите на красную кнопку подписаться под видео жмите на колокольчик и всего вам хорошего